Слышал, что GSC устроила? Ну как? Чёрный страйкомет. Это компания, которую нельзя называть. Какой чёрный страйкомётчик? У этого чёрного страйкомётчика достаточно документов, чтобы даже в ВК доказать, что он самый что и на есть законный представитель компании GSC Game World. Которая, правда, не работает в России. Да плевать. Дело в том, что это кипрская компания, соответственно, принадлежит она дядьке, который зарегистрирован в ОАЭ, там всё нормально. То есть, очень легальный со всех сторон бизнес. Ну и ВКшечка, которая получает от него кучу, триллионы разных всяких жалоб. Не ж только на нас. Если что, дорогие друзья, тут же на прошлой неделе случился целый ряд удивительных событий. Во-первых, нас забросали на ВК опять страйками. Слово. ВК сказал, не, ну как же, они же правообладатели. Соответственно, они правообладают абсолютно всем, что у вас есть. Ну и, соответственно, страйки. Страйки раз, страйки два, страйки три. Страйков я не знаю сколько. В общем, публиковать мы ещё, наверное, долго ничего не сможем на ВК. Добро пожаловать. Плюс ВК ещё вводит какие-то законы свои странные. Типа у вас должна быть аудитория свыше 500 тысяч. Или вы должны там прирастать на одну тысячу пользователей каждый... Или там 12 с половиной тысяч в месяц, что-то такое. Да-да-да. Тут что-то такое-то читаешь. Могу ошибаться. Такое у вас что, GSC Game World консультанты теперь для того, чтобы поубивать абсолютно все сообщества. На себе, кстати, рост сообщества или канала 12 с половиной тысяч в месяц. Это прям очень хорошее показание. А это всё знаешь, для чего сделано? Чтобы стимулировать подобные вот каналы, типа нашего, вкладывать деньги не то, что в рекламу. Кстати, возможно, и в рекламу. В раскрутку. Раскрутку, естественно. Закупать аудиторию, насколько я понимаю. Потому что очень, очень деньги нужны для содержания такой очень непопулярной, я так понимаю, в России социальной сети. Вы, кстати, это YouTube вот-вот. Да-да-да. Вот сейчас. Буквально вчера, вот сейчас поднатужимся, да как. Смута навернула западный геймдев, мы навернули YouTube. Да, вестник, канал на ВК, вестник того самого сталкера. Со всех сторон закидали страйками, что теперь они не могут просто... Блин, это канал, на котором страничка, на которой люди просто рассказывают про первый сталкер. Моды для сталкера и всё такое. Где люди проходят моды для сталкера, дают какие-то советы. И теперь со мной связались эти ребята и сказали, не, ну мы-то теперь, ну как бы, ну, публиковать про сталкер, наверное, что-то можем. Что интересно, надо переименоваться, наверное, вестник того самого... Вестник того самого. Точка, всё. Той самой игры, которую нельзя называть. Вестник 404, наверное. Наверное, так, да. Окей, я ж беру, то есть разработчики сталкера сейчас всё делают для того, чтобы уничтожить любую светлую память о себе. И, кстати, дорогие друзья, не только на ВК, не только ВК вот так вот берёт под козырёк. Есть же ещё и YouTube-каналы, которые продолжают сносить. Вот, пожалуйста, со мной связались ребята, у которых был канал VG Times Shots. Снесли нафиг. Да, страйки от той самой компании GSC Game World. Партёрки не было, вероятно. Ни одной апелляции не приняли, канал снесли. И пришло письмо от GSC Game World, естественно, на украинском языке, с указанием счёта. Если вы хотите, чтобы мы сняли страйки, переведите квадриллион, там, рупий, вот, конкретно по этому адресу. Естественно, никто это платить не будет, вот, но просто уже факт вымогательства как бы налицо. Дэдпи-47, известный блогер, написал мне, сказал, слушай, тут ко мне пришло письмо от GSC с надписью U.A. Слушай, блин, вот это вот якобы. Ещё раз, юридически это они. Они ничего не сделали, чтобы это остановить. Гугл считает, что это они. Ютуб считает, что это они. ВК считает, что это они. Один ты такой выгораживаешь, якобы. Ни хрена не якобы. С юридической точки зрения это всё давным-давно можно было и нужно было остановить. И остановить, да. Да, поэтому никаких якобы. Если все компании уверены, что это они и сносятся от их имени, значит, это они. И вот, и он говорит, пришло сообщение U.A. Next. Если ты не хочешь быть, так сказать, next, то переведи деньги на указанный счёт. Вот, квадриллион рупий, пожалуйста. Просто, я говорю, ну, сноси нафиг всё, что у тебя есть по Сталкеру. Поэтому, кстати, дорогие блогеры, если у вас ещё теплится надежда, если вы всерьёз считаете, что до вас... Что вы в списке хороших российских блогеров. Что до вас никто не доберётся. Что прошло и проехало и забыто. Нифига подобного, дорогие друзья. Рекламная кампания Сталкера 2 начинается. Уже совсем скоро, напомню, что игра выходит осенью этого года. В начале сентября. Да, поэтому будьте бдительны. Не дай бог вы что-то опубликуете, где будет содержаться хоть один сраный кадрик из этой игры. Даже название пишите с ошибками, чтобы докопаться уже не могли. Это Сталкер, да, Сталкер какой-то там, Тарковского Сталкера. Да, Сталкер Тарковского. Сталкер Тарковского, да. И какая-то там компания, не GSC, а там какая-то компания Пыс. Какая-то такая Пыска. Меленькая такая вот, мелкая, вредная и очень вонючая. Видно, давно не мытая, такая вот Пыска бегает по интернету и ищет, кому бы присунуть. Вот сюда присунули, там присунули. И эти ребята вполне себе рады, аплодируют, какие они классные. Чё там, администрация GSC Game World счастлива, очевидно. Ребятки, которые работают на GSC Game World, очевидно, стонут от восторга, с какой компанией они теперь связаны. А мы-то плюс-минус знаем, в каком состоянии Сталкер 2 находится. Это, конечно, будет не проект уровня смуты. Но, я думаю, будет о чём поговорить. Но это говорить мы будем, естественно, без единого кадра игропроцесса. Будем просто рассказывать, так сказать, игра, которую нельзя называть, а в студии, которая не существует. Как известно, у фильма Сталкер Тарковского много смыслов. Мы посмотрели фильм Сталкера Тарковского, приняли гениальность этого творца. И поэтому увидели в этом Сталкере Тарковского. Точнее, не так, в этот раз в Сталкере Тарковского мы увидели следующее. Приходит как-то герой в зону. Да, и там что-то начинается. Напоминаю, покупать Сталкер 2 нельзя, потому что вы поддерживаете рублём вот такую вот компанию с таким вот специфическим взглядом, которая измазалась по самое не хочу в политике. Посмотрим, к чему это её привезёт. В данном случае, то есть, обычно я не желаю провалов, там, никакой компании. Более того, я не хотел, чтобы со смутой получилось то, что в итоге получилось, но оно само как-то произошло. Это, что называется, откладывание неизбежного. Но вот в случае со Сталкером я прямо уже жду, потому что воздастся, боженька, так сказать, всё видит. Боженька. Ну, в смысле, ну, та-там, вот это. Да-да-да. Пишите Габену, возможно, он, кстати, похудел, соответственно, настроение, наверное, плохое у дядьки. Расскажите, как относятся с русскоязычной аудиторией. 10% аудитории русскоязычной. И вот так вот со всеми нами относятся. Стима угнетают. Угнетают, вот так вот. Не дают ни о чём рассказывать. Да. Причём речь-то касается старого Сталкера. Речь-то касается первой уже части. Речь-то касается модов. Вот. Но, к несчастью, компания GSC Game World имеет абсолютное право на все эти моды, на все эти модификации, на все эти движки, типа OpenXRay, на всё, что создавало все эти годы сообщества. Такая вот сучья собака на сене, к сожалению. Окей. Хорошо. Посмотрим. Дело в том, что, как это, время-то течёт, естественно, год за годиком политическая ситуация исправляется, а мы-то всё помним через 10 лет, тоже помнить будем подобное отношение. И каждого из людей, которые работали над Сталкер, в титрах все перечислены, соответственно, тоже измазались по полной программе. Нафига такое делать, я не знаю. Непонятно. Да. Тем более, что в игровой-то индустрии, особенно если мы говорим про кипрскую часть игровой индустрии, там всё друг в друга перетекает. Очень интересно будет на это посмотреть. Кипр небольшой. Да-да-да. Куда там люди будут дальше искать, бежать искать работу. Да и Чехия небольшая. Ну, Чехия, так, кстати, в Праге тоже много студий пооткрывалось. Да. Ну, ладно. Начинаем. Вот. Ситуация напрягает. Ну, в данном случае ситуация. Мы-то когда с Ютуба нас это самое попёрли, тоже по GSC Game World страйков наловили, да? Вот. И потом я такой пришёл, думаю, ну, блин, ну всё. Русскоязычные площадки теперь будут на защите конкретно своих контент-мейкеров. Теперь от GSC-то мы точно отмахаемся. Нихрена. Нихрена. Что Рутуб, что ВК, такие нет, нет. Ну, объясните почему, объясните за что, объясните, какие правила мы нарушаем. Ну, да, авторские права, какие авторские права, какие законы. Ну, авторские права, поймите, в жопу пройдите вот с таким вот отношением. Потому что получается, что абсолютно, вот технически, любая компания, любая компания, про которую кто-то что-то пишет, может заявить авторские права, скриншотик, трейлер и прочее. Упоминание в коммерческих целях. И завалить любого блогера, завалить любой канал таким немеренным количеством страйков, что не отмоешься компании. И вы как только, не, ну, все по закону, по нашему, правда, закону. Там плевать на закон Российской Федерации. А вот по нашим внутренним правилам все хорошо. Вот. Автор заявили, и мы снесли нафиг. Ютуб со своей системой, это так. Что это за отношение? Их эти бездуховные западные проделы. Кстати, это подсказочка для разработчиков смуты, в том числе. Хотите избавиться от негатива? Пожалуйста, заваливайте страйками теперь всех блогеров, которые что-то смеют не то говорить. Главное, ну, да, разработчики смуты этим не болеют, за что им, да, большое спасибо. Может, они просто не знают про эту особенность? Может, они сейчас пытаются вызванивать? Рома, JC Game World, поделитесь лайфхаком. Вот же, поделились они лайфхаком с Ubisoft, JC Game World, имеется в виду, когда страйков набросали известному инсайдеру Товому Хендерсону за его рассказ про X-Define, где он использовал официальные трейлеры. Страйк на! Страйк на! Авторские права на! Посмотрим, что дальше будет. Да, что-то с этим надо делать, потому что правообладатели уже наглеют по полной программе. Но если на Ютубе ты еще как-то можешь отмахаться, потому что там апелляция, там, туда-сюда еще, а дальше... Работает даже. Ну вот, а ВК тебя никто не слышит, ну ты, ты просто, ты просто проходишь нахрен. А к уважаемым людям сходи, они могут там как-то до кого-то достучаться. Нахрен это оттуда, да. Такая себе честь. Пишите на Кипр, короче, там все порешаем. Ладно. Поехали. Начинаем. Раз, два, три.